Дорогие коллеги, друзья, Московская конференция, организуемая Министерством обороны России, утвердилась в качестве важной площадки для открытого, конструктивного обмена мнениями по ключевым аспектам глобальной безопасности. Такой разговор весьма актуален с учетом продолжающегося накопления в международных отношениях факторов нестабильности и конфликтности. Хочу привести одну цитату. «Нам придется взять ответственность за обеспечение сотрудничества в мире, либо нести ответственность за новый мировой конфликт. Третьего не дано». Конец цитаты. Эти слова были произнесены в марте 1945 года президентом Соединенных Штатов Америки Франклином Рузвельтом, и думаю, что в них сформулирован один из главных уроков самого разрушительного в истории глобального конфликта. «Справиться с общими вызовами и сохранить мир можно только коллективными, солидарными усилиями на основе уважения законных интересов всех партнеров». В этом году отмечается 70-е годовщина завершения Второй мировой войны, годовщина Великой Победы. В торжественных мероприятиях, которые состоятся в Москве 9 мая, примут участие руководители, делегации, национальные воинские контингенты многих зарубежных стран. Празднуя юбилей Великой Победы, мы не только отдаем должные подвигу солдат, освободивших мир от нацистского безумия, но и подтверждаем огромное значение исторических решений, которые заложили основы послевоенной международной системы, включая, разумеется, организацию объединенных наций. К сожалению, вскоре после создания ООН, возможности глобального управления на основе подлинного партнерства были подорваны жестким биполярным противостоянием. Но четверть века назад казалось, что с окончанием Холодной войны перед человечеством все-таки открылась впервые в истории перспектива перехода к этапу широкого сотрудничества и созидательного развития. Россия активно и последовательно действовала в этом направлении, в том числе призывая к налаживанию серьезной работы с целью на практике воплотить в Евроатлантике принцип равной и неделимой безопасности, сформировать единое экономическое и гуманитарное пространство от Лиссабона до Владивостока. Нас, к сожалению, отказывались даже слушать, не то что слышать, и в результате событий на Европейском континенте пошли совершенно по-другому, негативному пути. В Вашингтоне, а затем и в НАТО возобладала близорукая логика победителей в Холодной войне. Наши партнеры впали в эйфорию, вызванную ложными представлениями о том, что Западный мир навсегда закрепился на мировом политическом и экономическом олимпе. И все это вопреки фактам, вопреки объективным, очевидным процессам рассредоточения глобальной силы и влияния, утверждение культурно-цивилизационного многообразия в качестве одной из ключевых характеристик современности. В результате сегодня все мы вплотную подошли к рубежу, на котором снова, как и после Второй мировой войны, необходимо делать судьбоносный выбор между сотрудничеством и конфликтами. Россия неизменно руководствуется трезвым, прагматичным подходом. Мы далеки от умышленного нагнетания алармистских настроений. Но все же хотелось бы призвать избегать недооценки перспектив опасной деградации международной обстановки. В мире, далеко продвинувшемся по пути глобализации, все реальнее становится угроза затягивания в один тугой узел проблем, существующих в сфере безопасности в различных регионах и, казалось бы, даже в разных плоскостях. Но все же, где та стена, с помощью которой можно было бы разделить нарастающую неразбериху, нагнетание конфронтации в европейских делах и формирование дуги нестабильности от Северной Африки до Афганистана? В таких условиях едва ли можно полагаться на так называемый принцип компартментализации, в соответствии с которым допускается, что государства могут активно конфликтовать по одним вопросам, но продуктивно сотрудничать по другим. Более эффективным, естественным подходом, учитывающим многократно возросшую взаимозависимость, должно стать выстраивание региональных систем безопасности на единых принципах равноправия, взаимного учета интересов, отказа от укрепления своей безопасности за счет ущемления безопасности других. И, на наш взгляд, сетевое взаимодействие таких региональных структур между собой способствовало бы формированию глобальной архитектуры при опоре на устав ООН и коллективные действия по купированию общих вызовов. Много говорится об Украине, этой темы, наверное, избежать невозможно. Конфликт на Украине не имеет военного решения. Соответственно, не существует разумной альтернативы мирному регулированию внутриукраинского кризиса на основе полного и безусловного выполнения минских договоренностей от 12 февраля этого года. Прежде всего, необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, скорейшее завершение отвода тяжелых вооружений и верификацию этого процесса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Одновременно надо снять искусственные припоны на пути решения острейших гуманитарных проблем, добиться от Киева прекращения экономической блокады Донбасса, начала реального, а не декоративного политического процесса и проведения конституционной реформы с учетом интересов всех регионов, всех граждан Украины. Особое значение для сохранения единства украинского государства имеет выполнение Киевом обязательства по проведению амнистии по отказу от попыток переиначить минские договоренности. Уверен, что Запад должен и может заставить киевские власти отказаться от разрушительного для Украины курса на героизацию нацистов и преследование тех, кто спас Европу от фашизма. Обо всем этом мы подробно говорили на встрече министров иностранных дел «нормандской четверки» в Берлине три дня назад. Политическое урегулирование на Украине должно дать серьезный импульс преодолению системных проблем, накопившихся в области европейской безопасности и в конечном счете послуживших главной причиной украинского кризиса. Пока же мы наблюдаем прямо противоположные тенденции попытки закрепить новые разделительные линии в Европе. В Вашингтоне то используют, говоря о наших соседях термин «прифронтовые государства», то заявляют, что Россия оказалась у ворот НАТО, как если бы это наша страна двигалась на запад, а не Североатлантический альянс вплотную приближался к нашим границам, придвигал к ним мощную военную инфраструктуру. По Европе колесит американская боевая техника, корабли военно-морских сил США фактически безвылазно обосновались в Черном море. Предметом серьезной озабоченности остается американская программа противоракетной обороны. В текущем году в Румынии и к 2018 году в Польше будут развернуты наземные комплексы ПРО, наращивается группировка кораблей с противоракетным потенциалом. Мы рассматриваем все это как часть глобального проекта, создающего риски для российских стратегических сил сдерживания и нарушающего региональные балансы в сфере безопасности. Если реализация программы «Глобальный ПРО» будет продолжена без каких-либо корректировок, даже в условиях прогресса на переговорах по иранской ядерной программе, а об этом уже успели заявить натовские представители, то побудительные мотивы строительства ПРО в Европе станут очевидны для всех. Сейчас уже ясно, когда объявлялся так называемый адаптивный подход к созданию ПРО, нам говорили неправду. Ведь весь смысл этого подхода, как разъяснял президент Обама, заключался в готовности США адаптировать противоракетные планы к реальной ситуации на переговорах по иранской ядерной программе. Теперь на этих переговорах достигнут значительный прогресс, а планы по ПРО не адаптируются к ситуации, а только разрастаются. Про российские предложения о равноправном взаимодействии с целью нейтрализации ракетных угроз в Вашингтоне стараются и не вспоминать. Мы не собираемся никого принуждать к сотрудничеству, однако должно быть ясно, что ослабляя партнерство между ведущими государствами, мы упускаем время в противодействии действительно серьезным, а не вымышленным угрозам, прежде всего в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Резкое обострение там ситуации, рост терроризма, экстремизма, расширение территории подконтрольной так называемому исламскому государству, нарастание межэтнических и межконфессиональных противоречий представляют собой прямую угрозу международной стабильности и безопасности и, конечно же, подрывают перспективы устойчивого развития народов этого близкого нам региона. Особую тревогу вызывают попытки искусственно обострять суницко-шиитские противоречия, использовать конфессиональные различия для достижения политических целей, в том числе навязывая Совету безопасности ООН схемы одобрения внешнего вмешательства. Хотел бы призвать отнестись к вкладывающейся ситуации с максимальной серьезностью, руководствуясь идеями терпимости, взаимного уважения, поиска компромиссов, которые были сформулированы в Оманской декларации, согласованной в июле 2005 года по инициативе короля Иордании Абдаллы II. Возможно, настало время четко подтвердить принципы Оманской декларации. Я уверен, что в Лиге Арабских Государств, в Организации Исламского Сотрудничества прекрасно понимают всю опасность раскола исламского мира. Эффективное внешнее содействие у регулирования внутригосударственных конфликтов должно опираться на международные права и предполагать поощрение сторон к диалогу при одновременной организации консолидированного отпора экстремистским силам. В этих усилиях не должно быть место попыткам навязывания суверенным государством рецептов внутриполитического устройства и двойным стандартам. Не может не вызывать вопросов ситуации, когда в Йемене Соединенные Штаты благосклонно смотрят и, собственно, прямо поощряют осуществляемую силовую операцию коалиции по возвращению к власти бежавшего за границу президента, в то время как на Украине Вашингтон, наоборот, активно поддержал и во многом помог организовать антиконституционный государственный переворот. Как отмечал президент Путин, односторонние диктаты о навязывании собственных шаблонов приносят прямо противоположный результат. Вместо урегулирования конфликтов – эскалация. Вместо суверенных устойчивых государств – растущее пространство хаоса. Значимых позитивных результатов удается добиться только на основе серьезного, без двойного дна сложения усилий. Упомяну успешное завершение, не имеющее аналогов международной операции по вывозу из Сирии всех компонентов и прекурсоров химического оружия. Достижение политической рамочной договоренности по окончательному урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Кстати, это открывает путь к отказу от порочной линии на изоляцию Ирана. Путь к его вовлечению на равноправной основе в коллективные усилия по поиску решений множащихся проблем региональной безопасности, включая политическое урегулирование в Сирии и Йемене, поощрение национального согласия в Ливане и Ираке, продвижение межпалестинского примирения и, конечно же, содействие преодолению Палестино-Израильского конфликта на основе имеющихся международно-правых рамок и арабской мирной инициативы. В принципиальном плане все большее системное значение приобретает задача налаживания диалога по формированию рамок безопасности и сотрудничества в районе Персидского залива с участием арабских стран, Ирана и при поддержке Лиги арабских государств, организации исламского сотрудничества, пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН. Объединение усилий требует ситуации в Афганистане. До стабилизации там далеко. Страна остается источником распространения угроз терроризма и наркотрафика на территорию соседних государств, в том числе в Центральной Азии. Мы заинтересованы в обеспечении мира, безопасности и сотрудничества и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, неотъемлемой частью которого является наша страна. На выработку общепризнанных правил поведения в интересах обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе направленной выдвинутой в 2010 году России и Китаем инициативы строительства региональной архитектуры равной неделимой безопасности. Совместными с другими государствами региона усилиями мы запустили многосторонний диалог на эту тему в рамках восточно-азиатских саммитов. Я в начале выступления сказал о том, что важно двигаться к созданию сети региональных структур, которые несут ответственность за обеспечение безопасности в своих регионах. Если мы будем продвигаться по пути продекларированной когда-то задачи формирования неделимой равной системы безопасности в Евроатлантике, если мы будем искать пути создания на внеблоковой основе широкой архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то будет возрастать значение тех усилий, которые Россия вместе со своими союзниками и партнерами предпринимает по обеспечению безопасности на пространстве организации договора коллективной безопасности, на пространстве шанхайской организации сотрудничества. Мы вновь хотели бы напомнить о тех инициативах, которые в свое время проявлял генеральный секретарь ООН, руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, когда они приглашали руководителей региональных организаций, работающих в сфере безопасности, для обмена мнениями и завязывания диалога между ними. Думаю, что хорошей платформой для продолжения этих усилий может стать совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое стало устойчивой площадкой сотрудничества по инициативе президента Казахстана. Так что мы намерены продолжать активную работу с друзьями и партнерами в интересах оздоровления международных отношений. Укрепление международной региональной стабильности является важной частью повестки дня российского председательства в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Мы открыты для диалога и взаимодействия со всеми, кто проявляет к этому встречную готовность. Хотел бы пожелать участникам конференции молдотворной работы. Спасибо.